Это здание, где... Получается музей чего? Он будет принадлежать инвестору, или государству, или музею, или Кибирея Волошина будет принадлежать? Или Волошина? Это не Кача Юльченко! Нет, инвестору будет отреживать... Да, правильно, конечно, конечно, правильно. И инвестор будет развивать этот музей, потому что если не будет этого музея рядом с музеем Волошина, опять же, не так же, как и с фестивалем-центром, не поедут, господа. Да, я могу сказать, от жителей, мы много жителей, чтобы каждому микрофон не давать. Проект сырой, его надо отправить на доработку. Он сейчас неприемлемый, пока нет канализации. Плюс еще деньги огромные, которые вы хотите потратить. Этого делать не нужно. Смотрите, для того, чтобы что-то продать, как говорил Чебурашка, надо сначала что-то ненужное купить. Вы собираетесь потратить деньги. Мы не собираемся потратить пока деньги. Это концепция. Чтобы вы понимали, да, ну, здесь вот сидят люди, компетентные в строительстве и так далее. Вы собираетесь на мозги сейчас, подготовлены. Ну, если вы хотите в такой формулировке, мы вам капаем на мозги. Для всех остальных мы пришли с вами это обсудить наконец-то. Просто потому, что мы общаемся в соцсетях, мы общаемся где-то на улице, там, в кафе встречаемся. И у всех, как вы видите, куча разных точек зрения. Что касается, на самом деле, входной группы и музея Коктепеля, вот сама эта входная группа, реконструкция бывшего здания столовой, она вынесена там, на территории, вот на этой, где были показаны эти инвестиционные кластеры. И, грубо говоря, там 15 инвестиционных кластеров. То есть, условно говоря, мы действительно ищем, сохраняя такую систему управления всем этим делом, чтобы не было, как вы сказали, дерибанта. Он просто невозможен принципиально. Мы ищем на 16 площадок, мы ищем инвестиционных, то есть, 15 площадок и фестиваль инвестиционных. Что касается сетей благоустройства и входной группы, это действительно запраты бюджета. То есть, мы пишем, что это запраты бюджета. Что касается сроков, значит, ну просто невозможно ничего построить на земле и даже реконструировать до того, как не сделать, что-то вот под землей, все вот эти трубы. Потому что, почему там на самом деле запах такой вот стоит в районе, то есть, имя, да. Я так подозреваю, что просто вот эта вот труба с отельечкой, это сейчас стихийный коллектор-то и есть. Понимаете? Вот так и есть. Вот. Значит, ну давайте мы сейчас не будем выяснять, кто виноват, потому что там каждый на этой территории, я вам больше скажу, нам пишут организации эксплуатирующие, что мы на этой территории сетей в нашем балансе не имеем вообще. Понимаете? То есть, там сейчас каждый во что гораст, вошли в той врезности. Поэтому найти виноватого легче там, это самое. Поэтому там стыдно с нуля. То есть, вот делается большая система централизованная канализация по поселкам. Было сказано, что к этой системе, вот в этой ТЭЛ, это не просто какой-то объект, который где-то на горе стоит и пахнет. Это, во-первых, довольно современная технология, мы по пути кожи там об этом коснемся, должны быть у нас представители этой проектной организации. Вот. Значит, это 24 километра разводящих коллекторов. Если вы примерно представляете себе там конфигурацию улиц основных, это практически все основные улицы. Да. Включать руки. Да. Значит, поэтому, что касается проекта «Сырой-не-сырой», это действительно концепт. Мы готовы туда, вот, например, черным первым, черным по белому написать. Бесплатный доступ жителей, проход во все общественные вот эти пространства. Обозначить объем зеленых насаждений и характер с помощью компетентных людей. Значит, что касается сроков. Вот вы говорите, смотрите, пока нет канализации, предварительно об этом преждевременно говорить. Значит, смотрите, к тому времени, как у вас будет канализация, в 2020 году, об этом говорить будет уже поздно. Будет поздно. Будет поздно. Будет поздно. Вы готовы три года вот еще ходить там по бутылочным в этом стекле? Нет. Давайте мы к 2020 году вместе с вами, вместе с вами, каждый из этих проектов, уже проектов, когда это выйдет на строительно-монтажные работы, на проектно-инстатические работы, мы каждый из этих проектов мы с вами обсудим еще здесь. Мы, возможно, просто к тому времени друг друга начнем понимать. Не задавать вопросы, почему вот там в 1991 году так случилось, а уже более конкретный какой-то разговор поведем. Вот поведем. Да. Можно? Да. Господа, давайте я, например, закончу, сделать перерыв, потому что мы объявили, что в 4 часа у нас будет следующий раунд разговор уже не о как-то белье парки, а о будущем поселке. Поселка, я бы, чтобы просто подвести итог, потому что сказал я несколько слов. Во-первых, мы, это была наша идея, наши коллеги не задают с вами, мы включили в АПЗ, вот в эту зону, и парк Голубого залива, который через дорогу от улицы Ленина. Этот парк, он принадлежит, он сейчас, это территория подведомственная Голубому заливу, но Голубой залив понимает, что его надо развивать, и то, что сейчас это включено в АПЗ, уже залог того, что там ничего нельзя будет строить. Это очень важно, это и вторая очередь развития поселка. Теперь последнее, наверное, я предлагаю закончить. Что касается все-таки 20-го или 21-го года, ни в коем случае нельзя, это мое личное мнение, я никому ничего не должен, я здесь не живу. Я просто говорю свое экспертное мнение. Ни в коем случае так не поступайте, не слушайте тех, кто говорит. Надо сначала сделать очистные сооружения, а потом строить. Это разрушит ваши очистные сооружения. Поверьте, это есть такая практика, когда город Явк, как Москвич, это постоянно вижу. Мои тротуары разбирают, делают канализацию, делают какую-то укладную трубу, заливают асфальтом, а через полгода приходит какой-нибудь строитель уже в следующей сети и начинает этот тротуар разбирать. Чтобы вот этого не было, нужно работать. Это последовательность, это дело экспертов. Доверяйте экспертов и назначьте, действительно сформируйте актив, тем более он уже есть во многом. И доверяйте этому активу общественный контроль. Без вас ничего не получится. Но надо контролировать и делать шаг за шагом. Сейчас нужно заниматься предпроектными работами в отношении парка, а проектные работы должны идти по очистным. Начнется строительство очистных сооружений, нужно заканчивать проектные работы по как-то пить парку. Закончится и тогда это все будет правильно. Есть предложение, на самом деле, Александр, я буквально одну минуту, если можно. Александр Горный, мы всегда вот так вот с ним эмоционально общаемся, но при этом у него иногда проскальзывает рациональное зерно. Борис, на самом деле, мы видим впервые очно, и я должен сказать, что очень тоже в своем конструктиве, влечет меня, удивит. У меня есть предложение просто-напросто. Вы прекрасно видите, люди выходят, у кого-то какие-то свои дела, кому-то может просто это все оказаться неинтересным. У меня есть предложение сформировать буквально там какую-то инициативную группу, или базируясь на гражданском активе, с теми, с кем можно этого решать и обсуждать. Потому что в режиме сотни человек вы видите, что это очень сложно сделать. Да, для начала неплохо. Я ездил в городе, буквально две минуты. Уважаемые господа, мы пришли вместе с вами. Меня зовут Сергей Александрович Миронов. Я житель Коктебеля с 1950 года. Наверное, многие из вас знали моего отца, думаю, на улице Александровича 3. Книги моего отца были в библиотеке, то есть самое, о которой это речь, да, Союз писателей и так далее. Мне кажется, может быть, даже я глубоко убежден в том, что нам необходимо всем вместе понять и сговориться о том, как сделать так, чтобы к тебе жил. Мы можем быть врагами, мы можем быть соперниками в идеях. Мы можем обсуждать, мы можем доказывать свою правоту. Или не правоту кто-то будет доказывать, и она докажется жизнью. Но если мы вместе не поймем, что не Марины, условно говоря, а может быть и Марины, я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Но есть место, в котором мы все с вами любим. Есть место, в котором мы с вами живем. Как сделать так, чтобы место жило, чтобы оно стало лучше, чище, хотите, краше, удобнее для людей, для тех, кто живет? Огромное количество проблем. Я считаю, что Господь Бог у каждого из нас есть. И Он очень долго держал длайн на этот кибер. Вот держал длайн, да? Потом убрал. У нас храм не достроен с вами. Храм. Мы ходим мимо храма. Значит, нет веры. Значит, разрушено что-то, что нас соединяло. Это не значит, что каждый из нас должен ежедневно ходить утром на молитву, вечером. Не об этом речь. Ведь это же там, это же в сердце, это в душе, это в сознании. Если мы не поймем, что только мы вместе можем. Пришли люди, они предлагают что-то. Есть еще одна, да, Боря? Это как сегодня уже в интернете? Киселевщина, да? Называется эта история. Наше дело найти партнеров и в этих партнерских взаимоотношениях сделать так, чтобы Коктейбель стал тем, о котором мы с вами мечтаем. Все мы понимаем, не может быть того берега. Я помню тот берег. Я на том береге, и у меня мама приносила с отцом, да? Понимаете, я помню дом Марии Степановны Волошиной, и мы там, я по этими ступеньками бегал, маленькие, да? Мы хотели туда писать, простите, с пляжа поднимались, потому что на пляже помню. Удобно сделать, у нас мама брала ее, его к Марусе. Это жизнь. Мы многое можем сделать. Но нужно понять, чего мы хотим и как этого добиться. Значит, в данном случае, так я понимаю, я заканчиваю. Есть некий проект, сегодня он предлагается. Должен быть какой-то, как вам сказать, локомотив, который вытащит многие другие и решит какие-то проблемы. Тот ли это локомотив? Я не знаю. Я не предлагаю, я не призываю вас за него голосовать, что называется, да? А может быть, это Киселевский локомотив? Я тоже не предлагаю вам, но в каждом из вас есть, из нас есть некое общее понимание того, да? Давайте сделаем этот выбор, сделаем его с сердцем, сделаем его с холодной головой, рассудкой. Мы будем отвечать за то, что мы делаем. Потому что все мы прекрасно знаем, что в ливневку, врезаться нельзя, ну и так далее, и так далее. А мы все это знаем, и тем не менее, это делается, это так живет, это так пахнет на сегодняшний день. И все это, все это невозможно в этом жить. Как сделать так, чтобы в этом могли жить? И все, кто живет в Иберии, и все люди, которые будут приезжать к нам в гости. Все, спасибо вам за внимание. Я думаю, на этих словах очень правильно сделаю перерыв. Через полчаса мы ждем для круглого стола. Мы его решили провести вот в таком формате, в формате круглого стола. И разговор вести о будущем, как ты милен. Мне кажется, при всем том, что были нервы, были эмоции, были какие-то слова, связанные на таком повышенном тоне, сказанное, все равно смысл нашего разговора, который полчаса назад закончился, безусловно, есть, безусловно, присутствует. И одним из главных моментов, которые уже прозвучали для нас, является то, что давайте попробуем собрать мнение. Это вот последнее выступление директора ДК, мне кажется, очень правильным и очень символичным. Мы не планировали так, не режиссировали, но, мне кажется, эти слова важны. Для того, чтобы собрать эти мнения, для того, чтобы понять, для того, чтобы сформировать вот эту гражданскую ассоциацию, гражданский актив стал не только организацией, но и действительно представлял интересы всего, как ты беля. Нужны разговоры. Я предлагаю, поэтому просто по очередями, по очереди все присутствующие здесь и сидящие на этих студиях, гости, участники, просто высказаться на тему, что больше всего нужно, как ты беля сегодня, в целом, в будущем. Какие вопросы вас волнуют больше всего? Давайте отрегидачу. Практически, может быть, я буду повторяться в том, что я говорил о своих, не знаю, репликах во время общественных слушаний. Как ты беля, я буду обсуждать, наверное, как министр экономического развития, как ты беля, нужно возрождение инфраструктуры. Без того, чтобы сделать здесь канализацию, свет, воду, газ, ну, я все составляющие перебираю, набережную, переукрепление, дороги, ничего, ни один проект, связанный с возрождением культуры, Волошина, новых туристов, новых концертных проектов, ничего не поедет. Потому что, чем дальше, тем больше, люди становятся переберетливыми. Они хотят комфортных условий. Сегодня, как ты бель, подозревающих комфортных условий даже жителям не предоставляет, не то, что приезжают. Поэтому нужно начинать обустройство инфраструктуры. И соответствующий, грубо говоря, сводный сметный расчет мы представили поручением администрации президента Российской Федерации. Будем стараться включить те или иные мероприятия в федеральную целевую программу. Но теперь нужен хороший алмаз, его нужно гранить. При этом параллельно нужно понимать, какие досуговые культурные зоны и территории здесь будут возрождаться. Один из них, конечно, это бель-порт. Есть две вещи, которые, насколько я понимаю, вызывают некоторое отторжение, либо недоумение. Боль в поле. Ну да, есть некоторый такой прожектор. И эта история называется именно так, как прожектор. И как в проекты я в них пока не верю, потому что я еще не видел ни одного инвестора. Я не говорю про ваше отношение как-то. Инвестора, который хотел сделать здесь гольф-поле, как реальный бизнес-проект. Нет таких, покажите мне. Это пока такая идея. Идея, которая, суть по всему, так и идея останется. Вещь более сложная, капитал-ъемка, это Марина. Государство Марину не построит. Инвестора, который готов был бы здесь сделать с Марину, тоже можно так посмотреть. Нету интервьюзации. Тоже с кем не говорил, с теми ребятами, которые сделали Марину в Хорватии, в Сочи. Нет. Не тот масштаб. Не будет Марина как бизнес-проект. Вещи, связанные с созданием спортивно-туристического кластера возрождения горы Климентьевых рядом, создание каких-то спортивных сооружений вне поселка, не внутри поселка, а вне поселка, так скажем, на подходах. В средствах массовой информации наехал проект «Свечение» по этому поводу. Но это возможно. То есть я вот лично верю в такого рода проекты. Но это параллельно. А сейчас нам нужно определиться с основными инфраструктурными вещами и сердцем, как ты веришь. Ты веришь в арку. С плюс-набережной. Вот то, что важно для меня. Ну, я хотел добавить, потому что то, о чем говорит Андрей Геннадьевич, оно уже начиналось с того, что... Напомню вам, что существует федеральная целевая программа. Коктебель как туристический кластер входит в эту федеральную целевую программу. Когда мы увидели те средства, которые заложены в эту программу, мы поняли, что, скорее всего, до Коктебеля этого мало. Потому что набережная шириной 10 метров, ну, наверное, не то, что каждый житель Коктебеля хочет, и в ней нет инвестиционной привлекательности, чтобы, как ваши дети, так и приезжающие туристы, получили там максимальный комфорт, максимальное удовлетворение от того, что они живут в этом городе. Райская. Мы понимаем, что та инфраструктура очистных сооружений и канализация, которая сейчас существует, она должна быть другая, она должна быть инновационной. Соответственно, главный магистральный коллектор по тому проекту, который рисует сейчас проектировщик, который прошел обоснование набережной вместе с канализационным коллектором, этот коллектор будет проходить по набережной, под набережной. Это, соответственно, даст возможность всем, кто имеет сегодня, ну, давайте так честно говорить, в том числе незаконные врезки, осуществить эти врезки по-нормальному. Дальше. У вас был проект очистных сооружений, его можно реанимировать, и он будет реанимирован. За тем, за чем последуют эти действия, нужна энергетика. Мы вложили новую энергетику, 12 мегаватт аж. Вода. Вода. Жители, мы предполагаем, что и жители, и те гости, которые приезжают, они хотят получить чистую воду. Они хотят этой воды иметь в избытке, в достатке. Значит, должны быть накопители? Должны. Но для того, чтобы ЭТФЦ заработало, мы должны на краях, на границах этого ЦП создать так называемые реперные точки или объекты привлечения. Вот таким объектом привлечения, по факту, для нас является парк Коктебель. Ну, не нацепляться, как он называется. Парк, Волошин, как Коктебель, Волошин-Сити. Его можно называть по-разному. Но мы старались в рамках той концепции, которую поручили нашим проектировщикам, взять, что за что можно зацепиться. Вот зацепиться можно было за то, за историю, за новое преподношение этой истории, за то, на что поедут люди. Я из Санкт-Петербурга. И я вам хочу сказать, что в моем городе знают, что такое Коктебель. И его знают именно по Волошину. И многое количество людей бы сюда приехало. Но они хотят приехать туда, где не только им будут рады, но и там, где они могут получить сервис. Поэтому вот все, что мы сейчас обсуждаем, оно делается не для того, что кто-то чего-то хочет, а для того, что мы что-то хотим. Мы хотим изменить, ну, наверное, свое мировоззрение, свой подход, самих себя. И получить это в другом будущем. Вот когда мне предложили быть одним из спикеров, так сказать, этого вечера, я задумался, вот что в Коктебеле лично меня когда-то привлекло, вот так раз и навсегда. Здесь кто попал и сразу понял, что это то место, где, это единственное место на земле, где я вообще могу жить. И чувствовать себя самим собой. Ну, какие-то странности возникают вообще. Например, слово «коктебель» и сразу я представляю себе голубой автомат по продаже сухого вина за 20 копеек стакан в 73-м году. Рядом с этим автоматом канава, где лежит поэт Олельников и читает оттуда свои стихи. Время от времени засыпая, а потом опять стакан вина принимая и опять засыпая. Ну, вот такая вот степень свободы, например, меня поразила. Я тоже из Ленинграда приехал из такого вьюжного и дождливого места и вдруг увидел вот такое счастье. Значит, можно, конечно, взять и возобновить, скажем, в кластере в этом культурном какой-нибудь уголок отвезти к такому советскому Котебелеву, который многие из нас помнят и которые любят это. Вот поставить макеты этих автоматов, выпустить жеточки, на которых написано 20 копеечек, Канава выкопать, конечно. Уже Олельникова, конечно, туда не положишь, он уже в Канаву не влезет. Да, но понять какого-нибудь актера, который изображает молодого поэта Олеля. В общем, можно найти способы. Рядом обязательно должен стоять ларек, в котором продается коктейль «Луна». Это кофе со сливками из капельки коньяка, что тоже было вообще высшим криком во 73-м году. Рядом какие-нибудь крымские пирожки, в котором очередь на полнобележной выстраивают. В общем, короче, много таких радостей из того времени. Не можно, конечно, выделить закуточек. Но что в сущности, эти радости, они что означали для меня тогда, ну и сейчас тоже, собственно? Свободу. Вот для меня, Котебель, и сейчас, сегодня, и тогда, это место свободы. Я отсюда сбежал от того, что меня окружало в Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде, потом в Москве. Я понял, что вот здесь я, во-первых, я здесь могу встречать своих друзей из Москвы, из Питера, из Киева, из Лондона, откуда угодно, гораздо чаще, чем если бы я жил в Москве, скажем. В Москве никто ни с кем не может встретиться никогда. Это проблема огромная. А здесь все сюда приезжают, преображаются, становятся совершенно другими, общение другое, все расслабленные, все друг друга любят. Происходит культурный подъем вообще, которого мы ждем от этого кластера. Понимаете? Я, может, просто такой человек, я не очень верю в то, что можно создать концепцию такого кластера, спустить ее на территорию этого парка. И она возьмет и заработает, и начнет подниматься. Это все возможно. Просто я не из таких людей, которые могли бы, например, это осуществить. Я хуторянин. То есть, вот в своем собственном доме я организовал нечто вроде культурного кластера. Мы, собственно, с Наташей, с моей женой. Она по художественной части, по картинам. Я по кино. У меня киноплуб. У нее картинная галерея. И свою нишу в Коктебиле мы создали. И у меня было представление, что если многие наши друзья, как уже и происходит, будут создавать каждой свою вот такую нишу, то в итоге в Коктебиле появятся сети этих самых ниш. Они объединятся, эти точки. Возникнет синергия. И пойдет движуха культурная. То есть, моя мысль заключается в том, что в Коктебиле, настолько сильное место, само по себе, настолько мистическое, настолько полное энергетики колоссальной своей, что ему даже не надо ничего подбрасывать, подсказывать и строить, кроме как сделать это цивилизованным местом. То есть, действительно, очистные, действительно, какой-то там минимальный серый. Сделать так, чтобы не было шалманов, чтобы не было этого громкого ужаса, а остальное, вот сама по себе эта культура, она появится тут неизбежно. Недаром это каждый чувствует сам по себе отдельно. Вот попадает в Коктебиле и сразу понимает, все, это его на всю жизнь. Или наоборот, попадает сюда и чувствует, ну, совершенно не мое место, непонятно, что тут делать, доска зеленая, скучная, про Волошина никто ничего не знает вообще, ну, в общем, и уезжает. Мало того, мы же знаем пример, например, Булгаков написал замечательный рассказ про то, как ему не понравилось, как ты пить в гостях у Волошина. Да, да. Ну, Булгаков просто смешнее написал, мне кажется. Ну, короче, есть и такая точка зрения, Коктебиль может сам выбирать себе население. Или ты попадаешь сюда, и уже все, это такая болезнь, на всю жизнь, навсегда. Или ты сюда не попадаешь. Значит, мне кажется, что надо навести порядок с этими канализациями проклятыми и со всем, что с этим связано, остальное культурное нарастет. Энергетика, мистика и традиции, все тут есть. Само. Я, наверное, Тамару Александровну попрошу. А, спасибо. Спасибо. Безусловно, сегодня удивительный день, и к моей большой радости этот зал собрал многочисленное представительство жителей Коктебиля, небезразличных и принявших участие в презентации данного проекта. К данной презентации музей-заповедник Емелья Волошина представил многочисленные свои предложения. Они были учтены при разработке. И, безусловно, все, что уже сказано, очень много пожеланий, доработок проекта, в том числе и технические всевозможные дополнения к проекту. Но, прежде всего, на мой взгляд, учитывая то, что Дом-музей Волошина является структурным подразделением Государственного бюджетного учреждения Республики Крым, историко-культурный мемориальный музей-заповедник Кемерея Волошина, наше, конечно, видение – это вернуть былую славу Коктебелю, вернуть былую славу Кемерея Волошина, вернуть ту притягательнейшую силу, все интеллигенции, что тянуло сюда, помимо того, что уже было сказано, и поэтов, и писателей, и литераторов, тянуло, тянуло удивительной энергетикой. Действительно, мистика какая-то, непонятная, необъяснимая. Почему мы каждый год приезжали, посещали эти места? Потому что действительно это удивительное место. И от нас с вами сегодня зависит, как мы сможем вернуть жизнь, былую славу, былую энергетику данному месту. Ну и, безусловно, замечательно, что появился такой проект, уже само явление, что появился такой проект, на чем можно работать, что можно дорабатывать. Потому что какие-то долгие годы, предыдущие лет, десять даже назад, вспомните, было полное уныние, и вот мы не видели перспективы, мы не знали, что делать, мы направляли многочисленные письма, куда только мы не обращались, но нас не слышали. Сейчас нас услышали. И благодаря этому, наверное, не воспользоваться этим будет просто грех. Я желаю всем нам активно принять участие в реализации проекта. Да, он будет еще дорабатываться, он еще... Многочисленные будут доработки проекта. Через какое время он будет реализован, неважно, но очень важно само явление, что он появился, что есть этот проект, удивительный проект, с которым можно работать, где нужно работать всем нам, не безразличным жителям нашего прекрасного полуострова Крым. Ну, а для меня очень важно, что в данном проекте отдельный раздел выделяется охрана культурного наследия, так как и предмет охраны мы разрабатываем по памятникам. Для нас очень важно сохранение памятников истории культуры, как ты беля, сохранение всех памятных мест, где какие бывали легендарные личности, поэты, писатели, культурологи. Очень важно сохранить эту ауру, сохранить и донести до будущих поколений, пусть это будет там немножко громко звучать, но тем не менее, прежде всего, сохранить, чтобы будущие поколения смогли почувствовать это же наслаждение, наслаждение восприятия удивительного места, как ты беля. Спасибо, Тамара Александровна. Я продолжу. Защиту Советского Союза. На самом деле, да, мы, как теперь, видим, каждый, наверное, по-своему, вот в таком плане. Я его в 84-м году видела совсем другим, и осталась здесь именно потому, что здесь был вот этот оазис, дом Волошина, была мастерская поэта. Что кому легло на сердце, и одно безусловно, это все люди, оставшиеся здесь как ты беля, это люди, безумно любящие как ты бель, и принятые как ты бель. А в защиту Советского Союза хочу сказать следующее. Музей Волошина организовался в 84-м году, открылся, да, и, собственно говоря, Советского Союза уже почти не оставалось для того, чтобы как-то его развитие началось. Параллельно в Ялте существовал и существует, слава Богу, сегодня Чеховский домик, Белая дача, как любовно называют его ялтинцы, да. Это мемориальный домик. Так вот, при Советском Союзе эта территория была достаточно увеличена за счет того, что было построено дополнительное здание с выставочно-конференционным центром и полностью укомплектованное кабинетами для сотрудников, фондовое, фонда хранилищем и так далее. Дом Чехова мемориальный оставили в покое. Он только мемориальный, его открывают только для тех, кто хочет прийти и прикоснуться к Чехову. Точно тоже мы желали для дома Волошина все эти годы, пытаясь как-то воссоздать усадьбу, присоединить еще что-нибудь, чтобы построить дополнительно хранилище для 55 тысяч экспонатов, это только раритетные экспонаты, не сегодняшнего дня, не типологические, это оставшиеся в этом доме, и устроить конференц-зал для тех акций, которые у нас проходят, и больших фестивалей, и небольших прекрасных спектаклей и так далее. Многие как-то пельцы бывают у нас и сразу я вам скажу, что уважение Дома Волошина заслужил у местного сообщества в Уксине, потому что он вот здесь такой хороший, мемориальный, все хранит, сохраняет, это было бы неинтересно, а тем, что проводит массу открытых акций и ждет всегда в своем садике, в своем дворе всех коктебельцев, гостей этого замечательного нашего поселка, и проводит массу мастер-классов для детей, для арт-проекта на набережной, в общем, делает все, чтобы имя Волошина и его традиции действительно реализовывались как коктебели. Я думаю, это самое главное, что нам удалось, даже не то, что мы сохранили это в 90-е годы, в жутко застроенной уже набережной и так далее, что добились приезда президента Кучмы для того, чтобы решить это. Была проделана масса работы, но вот то, что мы заслужили уважение в сообщество, я считаю, нашей главной победой. И сегодня нам представилась как бы возможность реализовать то, что в Советском Союзе мы не успели. Именно этого мы хотим. Выйти из этого мемориального домика, вывезти хранилище, выйти научным сотрудникам и обосноваться где-то рядом. И, между прочим, чеховский домик, чеховская территория, она была продумана, построена, она не противоречит ни с Белой дачей, ни с мемориальным садиком чеховским. Вот именно этого мы хотели, чтобы сегодня была учтена средовая составляющая и дом Волошина органично вписался в Коктебель-парк, чтобы приросла его территория и в то же время все это не спорило между собой. Ни фестивальные центры, ни входы в парк, ни дом Волошина как таковой. И чтобы он, конечно, безусловно, не потерялся. А в развитии Коктебеля вот почему-то никто не говорит, а ведь когда-то, Эдуард Владиславович, именно эта ситуация и этот момент почему-то запал из первого разговора о встрече в Министерстве экономического развития о курорте. Ведь это место издавна, еще вспомните, первый путеводитель по Крыму лучший пляжик, это Коктебель, начало прошлого века, бальнеологическая составляющая. И вот там, за немецкими домами, дальше, где пустое место в Коктебеле, почему бы не поставить? Инвестор, мне кажется, это самое привлекательное. Бальнеологический огромный курорт с медицинскими новейшими образованиями разного направления, с традиционной и нетрадиционной медициной, которая включала бы в себя и природу, которая лечит, как известно, и культурно-историческую составляющую, ведь культурные проекты тоже лечебные, и для них есть уже здесь эти плоскости, эти площади, которые уже готовы для того, чтобы действительно лечить людей. Ведь на самом деле, по большому счету, Андрей Дементьев сказал одну очень важную вещь. Он говорил о чем угодно в Коктебеле, о свободе и так далее. Здесь в Коктебеле душу лечит. Он пришел и растворился в этом Коктебеле. Он лечит душу. А это самое важное в современности. И если плюс к этому будет высококачественная медицинская помощь людям, у нас будет наполнение не просто круглый год, оно будет просто очень популярным. И поверьте мне, со всего мира потянутся сюда. И чтобы поправить здоровье, и чтобы увидеть профиль Пушкина и Волошина на Карадане, чего нигде нету. Единственный в мире музей Волошина, сходи подняться на его могилу, увидеть эту прекраснейшую бухту, и великий поклон отбить тем, кто вообще это все сохранил, и еще и воссоздал, и приумножил. То есть всем нам. Либо обратная реакция может быть. Так что нам с вами выбирать. Спасибо большое. Житель Коктебеля, многие приехали сюда. Я родился 53 года назад. И с тех пор прошло очень много времени, и поменялись руководители Коктебеля, и поменялось три страны уже. Мы уже живем в третьей стране с того времени. И хотелось бы вот что сказать. Проблему Коктебеля очень много. И на сегодняшний момент как бы еще этот Коктебель-парк он создаст массу проблем. Я говорил только что об этом на встрече, которая была 40 минут назад. И у нас проблем полно. Это все. И детский садик, и проблема с канализацией, проблема со всем. Хотелось бы вот что сказать. По поводу набережной и пляжей. Это волнует всех жителей этот вопрос. Как можно было придумать этот проект, что прокладка канализационного коллектора будет идти по набережной. Просто разработчики не понимают, что у нас набережная укладывалась из бетона мощными бетонными аэродромными плитами от центральной площади до площади Волошина. Потом сверху плитку положили. Такие страшные работы. Это три сезона в Коктебеле точно не состоится, если прокладывать там коллектор. Можно похоронить Коктебель как курорт. Может начать с другого. Начать прокладку по поселку, сделать эти честные сооружения. Пока по временной схеме будут туда возить машинами, потому что все равно за один день по взмаку волшебной палочки невозможно будет перерыть весь Коктебель, проложить трубы. надо достроить надо достроить храм. А вдруг мы смотрим в интернете и видим, что Киселев, Дмитрий Киселев, телевизионщик, предлагает построить еще один храм на Тепсении. Зачем нам там храм? Красиво. не достроен. Потом проблема с яхтенной мариной. Действительно это только хотелки, потому что экологи никогда не подпишут и не согласуют. У нас течение идет от Карадага. Бухта вся сразу заилится, зарастет. Даже если мы уберем канализационные стоки, у нас в Коктебеле пять русел, речек, ручейков, которые впадают. Это после ливня и сразу будут эти стоки воды. Убрали канализацию. Да, вот представьте себе, ничего там не течет. Пошел ливень. Мусор, листья, глина. Все ложится в бухту и яхтенная марина как препятствие перекроет течение от Карадага в сторону Хамелеона. Бухта зарастает. Есть такие примеры в Италии, когда зарастали бухты полностью водослами зелеными и все. Можно покоронить как курорт. Второй момент. Гольф-поле в Тихой бухте. Вы понимаете, что Тихая бухта сакральное место. Ее трогать вообще нельзя. Ни в коем случае. Ее нужно оставить для потомков. И важный фактор такой, что там можно кино снимать и нужно кино снимать. И там снимались фильмы уже. Плюс могила Волошина. Вот ее нужно включить бы в музей-заповедник Кемирия и Волошина. Тогда правда они смотреть за ней не смогут. Ни сил не хватит. А сохранить надо ее для потомков в таком виде, как она сейчас есть. Где-то примерно 70% отдыхающих не приедут в Коктепеле, если не будет Тихой бухты. И останется 30% просто заехали и уехали. Значит, я работаю много лет на набережной и вижу приезжают люди а что у вас посмотреть? Ну вот дом Волошина. Ну сходили в музей Волошина. А что еще? Кородак. Ну Кородак закрыт. Вот Тихая бухта. Вот Тихая бухта отлично. Поехали раз понравилось шикарный пляж и стали ездить туда. Если вернуть бы как вот Дементьев говорил что вернуть то в старое время я его поддерживаю конечно. Тогда давайте отсыпем пляжи. От того что мы расширим набережную на 20 метров проложим там коллектор проложим канализацию как ты били привлекательность не появится пляжа это нет в самом поселке а еще застроить Тихую бухту гольф полем а это ни много ни мало 60 гектар земли есть люди которые занимались когда-то гольф полем представляете себе такую картину гольф поле зимой вот как сейчас в декабре месяц пошел снег какой гольф снег жара летом 50-60 градусов да на солнце какой гольф 60 гектаров зеленой травы сколько нужно воды для полива огромное количество у нас столько в Крыму сейчас воды нет чтобы поливать поэтому такое мнение у людей у многих у жителей что этот проект нужен лишь только для того чтобы получить землю представьте себе 60 гектар неосвоенной чистой земли без обременений давайте конечно отлично федеральная целевая программа по ФЦП туда проложим дорогу проложим туда водопровод проложим туда энерголинию и потом начнем строить там гостиницы потому что гольф поле это не пошло потому что в гольф можно будет играть в мае месяц в сентябре в октябре и все остальное время в году в гольф никто зимой не играет посмотрите на Испанию там дуют ветра сдует эти шарики для гольфа просто там невозможно будет играть следующий вот смотрите я внимательно читал смотрел проект Тебельбан ну реально вот не в обиду будет сказано некоторым разработчикам девушкам они проделали огромную работу я их поддерживал в тот момент по поводу истории но это за уши притянуто особенно притянуто за уши прикрылись как бы Волошиным это ужасно ведь кроме дома Волошиным потом дальше на территории ничего с Волошиным связано не будет и нет в этом проекте зонирование вы видели сами я уже спрашиваю еще раз зонирование они говорят нет это не значит о том что там на красных зонах не будет гостиниц будут там гостиницы будут потому что просто так ни один инвестор не вложит деньги плюс еще есть моменты такие что изначально было одни предложения сейчас они как-то поменялись вот смотрите предоставится возможным вариант финансирования части инвестиционных кластеров состоящих из объектов находящихся в собственности республики Крым путем передачи данных объектов в уставной капитал АО корпорации развития республики Крым счет дополнительной миссии акций и их последующей продажи государства сторонним инвесторам с целью привлечения долевого финансирования поняли кто не понял объясню что будут привлекать инвесторов и все равно как вот сказал директор корпорации ну все равно разделибанят эту территорию ну смотрите если только зайдет какая-то огромная корпорация но я даже не представляю это космическая может быть там Газпром например Газпром заходит сюда Газпром да он будет полноправным владельцем всей территории и построит а если будут частями кусочками строят я вот про что корпорация вы как хотите обижайтесь нет если будет строиться разными инвесторами какими-то кусочками кто-то обанкротится кто-то не сможет кто-то пропадет кто-то исчезнет соберет деньги и уйдет за границу как это бывает у нас в Российской Федерации частенько все будет полный провал вот надо думать об этом тоже если можно я быстро своими представлениями о том что является наиболее актуальной повесткой для поселка в котором мне и моим коллегам довелось поработать я не родился здесь не вырос но я в своей жизни поставил несколько десятков спектаклей поэтических и первым спектаклем был спектакль по тексту Волошина я тоже всю жизнь занимаюсь этим наследием я считаю себя человеком не посторонним во всяком случае для разговора о великом поэте поэтому начну с возражения предыдущему спикеру я считаю что наша концепция она пронизана творческим духом она является возможностью действительно сохранить те правила те законы которые были во время во время Волошина и во время домотворчества писателей которые в 1984 году здесь действительно произошла если говорить о хронологии действительно как уже было сказано может быть действительно бог держит какой-то плане и как только подходит момент какого-то кризиса решаются вопросы в ту сторону в которую нужно было решать Волошин передал землю Союза писателей практически перед смертью да он передал но не понимая уже будучи больным он понимал что дом нужно сохранять и то что с момента смерти Волошина фактически получается 50 лет да то есть ну да 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 больше даже больше чем 50 лет да 84 получается больше 50 лет с 32 года это пространство было у Союза писателей это пространство унаследовало те законы которые были Волошину придуманы придуманы и реализованы мы конечно совершенно счастливые люди тем что мы живем здесь и тем что Марина Степановна долго долго прожила что привело к возможности этот уникальный фонд о котором сейчас сказано сохранить действительно как как можно развивать эту территорию сегодня мы ответили нашей концепции которая не обслуживает инвесторов совершенно точно которые обслуживают обслуживают совершенно другие задачи задачи изменить профиль этого поселка и нарушить те тенденции которые которые сейчас господствуют на набережной там вот действительно раздербамина набережная вот это уже произошло если мы не будем честными мы ничего в поселке не изменим я считаю что для того чтобы тенденции возникли другие нужно сделать несколько вещей во-первых я горячо поддерживаю сказанные несколькими выступающими на первом заседании мысли о необходимости объединиться и понять действительно сформулировать что нужно поселку я считаю что нужно сделать действительно гражданскую организацию является ли на базе гражданского актива на базе какой-то новой которая выражала желание жителей Коктебеля которые вы как тибельцы должны делегировать свои интересы вот это без этого ситуация не будет мне кажется развиваться дальше здесь отдельными активистами не ограничиться следующее что необходимо Наталья сказала про среду про вот этот закон который приведет сюда людей нужно изменить лицо нужно нужен дизайн регламент то как устроены вывески то как устроена навигация в поселке это чудовищное захламление визуальное люди убегут отсюда будут хорошие отели плохие отели пятизвездочные появится гольф гольф клуб построен будут сюда не приедут люди увидев то количество визуального мусора которое сейчас сейчас на на набережной это самый простой и дешевый способ изменить среду с этого надо начинать есть примеры в Москве Собянин придя к власти моментально почистил эту среду я как москвич говорю что это очень сильно повлияло на на пространство это 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 меняет правильный правильно создает тенденции я считаю что дизайн рекламе нужен обязательно вопрос который мы как эксперты общаясь со многими жителями Коктебеля я хочу поднять удивлен при этом что никто до меня этого не сказал конечно статус Коктебеля как района Феодосии он проблематичен мне кажется Коктебель нужен свой бюджет Коктебель нужна своя самостоятельность я не сепаратист я просто понимаю что нельзя это не район Феодосии это самостоятельное поселение и если эту проблему не запустить тогда все равно Феодосия будет блокировать но это априори это закон такой для того чтобы даже сойтись нужно развестись нужно быть самостоятельным а развивать нужно как Коктебель безусловно как как район в этом отношении существования старого Крыма уникальных музеев связанных и со славой уникальной истории связанных с Паустовским связанным с Александром Грином уникальное вот это пространство мы сегодня у нас должен быть майко руководитель института археологии к сожалению он не смог приехать в него очень важное есть совещание он не смог вырваться но я скажу его мнение то что плата Тепсень из себя представляет это потенциально просто огромное значение сравнимое с Херсонесом это его слова значение потенциальное это самая крупная базилика в Крыму фундамент этой базилики это очень научная обоснованная серьезная гипотеза о том что святитель Кирилл создатель русской азбуки русского алфавита кириллицы проповедовал здесь знаменитая проповедь жителям Фулы была произнесена здесь если это так это еще и в крестьянский паломнический центр потенциально мы можем получить то есть вот это вот это вот этот район Коктебеля нужно развивать получится или не получится это развивать отдельно от Феодосии я не знаю я не государственный чиновник но мне кажется этот вопрос ну как минимум нужно поднять и обсудить и последнее что я хочу сказать это конечно это конечно ситуация я не специалист в гольфе и яхте нам деле никогда этим делом не интересовался поэтому скепсис я испытываю но но экспертом не являюсь в отличие от того от той работы которую я сделал здесь я за свой свой условий экспертный уровень отвечаю но если не знаю стоит ли строить храм на текст на оплату тепси но то что в поселке храм который стоит уже много лет с куполами с крестами с золочеными и нет колокольного звона и в храме не идет литургия мне кажется мне кажется это это плохо для поселка в храме в храме в поселке должен быть храм и не просто отец владимир проводит литургию в этом в этом пространстве но наверное даже как туристический центр но даже люди которые приезжают из других городов они должны иметь возможность прийти в большой в красивый храм тем более он уже построен мне кажется об этом нужно как-то всем жителям серьезно озаботиться этим и собрать деньги найти деньги найти благотворительно на то чтобы простите да да ну может быть тогда надо как-то вести работу с теми будущими инвесторами которые придут в Картебель-банк я искренне желаю Картебеля процветания и дай бог Дорг разрешите я хочу назвать жителей коллеги сразу извините потому что у меня сегодня самолет в Москву и после вот этого выступления я с вашего позволения убегу я хотел бы возразить даже не возразить а немножко откорректировать слова нашего коллеги уважаемого гражданского актива давайте мы посмотрим на ту инвестиционную составляющую которая сейчас происходит в республике Крым вот у нас есть результаты которые говорят о том что в Крым зашло практически 200 инвесторов ну что-то около этого они привели в республику примерно 200 миллиардов привлевых инвестиций это 80% из этих инвесторов это люди из малого и среднего бизнеса это по поводу Газпрома который прилетит к глубому вертолете и нас совсем спасет Газпром у нас один Лукоил тоже и если мы будем рассчитывать на то что появится Газпром штрих или Лукоил штрих у нас ничего не получится рассчитывать мы всегда можем только на свою голову на свои руки и свои силы для того чтобы нам было легче для этого и делается федеральная целевая программа которая вытаскивает ту инфраструктуру которая находится в загоне до среднестатистического российского уровня почему мы дробим парк мы дробим именно для того чтобы у вас появились возможности найти реализацию в каждом из объектов который принадлежит сейчас республике и перенести те бизнесы с которыми теперь выделяется полтора миллиарда можно было остаться в 254 миллиарда покрасил же сделали полтора миллиарда есть шанс за этим что-то сделать и этот шанс мы можем сделать только вместе с вами поэтому та идея которую выражают мои коллеги о том что от Коктебеля должен быть создан некий совещательный рекомендательный поясняющий она абсолютно нам нужна и она нужна очень срочно поэтому вы должны действительно взяться за руки и дать нам этот шанс дать нам эту возможность чтобы мы реализовали те проекты которые мы реализовать можем только с вами спасибо я хотел бы еще немножко продолжить тему активистов потому что людей активных Коктебель много но к сожалению они все разобщены и вот надо объединяться не только для того чтобы сейчас выработать правильный проект который будет всех устраивать но и проекты слова были общественный контроль чтобы следить за тем что это далее будет правильным образом реализовано я думаю все сталкивались с ситуациями когда возникали красивые картинки а потом после этих картинок появлялись какие-то чудовищные здания строения для этого очень нужен контроль и есть у нас актив гражданский есть Артем Мельченко Грозный Горный есть еще я уверен много активных людей давайте объединяться давайте вот это все контролировать это очень важно чтобы все было сделано как задумано распуститься с небес на землю и прийти и посмотреть допустим долину в Коктебеле дорог нет нет газификации нет канализации у них только вода электроэнергия и так же Арматурская долина пятиэтажки живут представьте себе три этих пятиэтажных дома пресловутых которых никак не могут что сейчас с ними делать сносить или не сносить там живут люди реальные у них из всех благ из всех есть только электроэнергия и вода у них канализация перетекает через дорогу по трубе и стекает просто в какое-то небольшое озерцо у них нет отопления и вот так везде смотрим нижние трассы в Коктебеле нет газа по всему поселку во многих местах люди не смогли провести подключить газ еще до сих пор печное отопление Наниково у нас не газифицировано вообще Наниково вообще проблема это брошенное село а сейчас предлагается по проекту ФЦП проложить дорогу объездную через Наниково но жители Наниково не хотят этого там пойдут форы там пойдут машины они жили себе спокойно там в деревне это же не развитие поселка когда мимо него трасса проходит это не развитие развитие это когда там начинает жизнь кипеть а деревня умирает а деревня умирает потому что у них нет детского садика у них клуб не работает он закрытый заколоченный у них один магазинчик и все вот все все что там есть а это наши люди это наш как бы он раньше был Коктебельский поселковый совет Коктебеле Наниково а сейчас ну тоже это все села и поселки городского округа Феодосия интересное было предложение вот от Эдуарда по поводу как бы Коктебель что должен быть самодостаточным поселком и самоуправляемым здесь бы свой как бы свою праву сделать и полностью самообеспечение да запросто можно было бы раньше если бы мы могли так сделать нам бы разрешили но сейчас это невозможно сейчас наоборот идет такое укрупнение везде посмотрите что у нас сделали у нас сократили отделение полиции до такого состояния что сегодня сегодня заболел один полицейский последний кто есть и некому выйти на дежурство на новый год мы даже не знаем будет кто-то дежурить или нет сегодня в зале не присутствует полиция хотя это общественное мероприятие ни одного человека у нас просто их нет это безопасность наших детей наших граждан и пожалуйста поставили детскую площадку возле отделения полиции их там никого же нет и в первый же день украли там металлическую углу в первый же день но это же кто-то из жителей сделал сейчас же отдыхающих нет поселки господа давайте пожалуйста у нас есть полчаса полчаса на то что Андрей Николаевич приятно было слушать концепцию и такие грандиозные планы но мне хотелось я живу здесь получается по селу уже 23 года живу в районе центральной дороги 600 метров и наш район получается опять же бездорожья без тротуара живет находится более 100 дворов не считаю я уже который до Барбара это пять домов до 100 жителей которые в таких условиях просто не ну не в человеческих условиях живут и никому до этого нет дела просто-напросто никому сколько мы не обращались сколько мы не писали по вопросам до устройства все полный ноль последняя встреча была когда правительство приезжало сюда я обратился к министру топлива и энергетика оказывается что Коктебель не попал в федеральную программу развития газификации населенных пунктов Крыма это сейчас мы опять же написали письмо и будем ждать результаты просто люди живут и молят когда мы увидим те блага которые пользуются большая часть и крымча ну и больше я не говорю уже о России мы живем в Крыму и в Коктебеле и хотелось бы спасибо что вот для нас господин Герой задумывал тему храма Бориса Антонтиновича и Эдуард я не знаю какой я хочу сказать конечно теща приехала в западную проекцию она каждый каждый выходной она будет в церковь и вчера она прошла по набережной и зашла в наш храм и пришла и со слезами на глаза Андрюша у вас такой богатый поселок что творится у вас возле храма ну я к сожалению не ходил в храм я вот только заходил в нашу закушку и то я виноват что я не захожу но пока и это уже не первый человек мне говорит пока мы не повернемся к Богу хотя многие говорят поселке что да мы день не платим мы день не дата я согласен но и стройка не маленькая стройка и надо и нам ее всеми силами напрячься помочь отцу Владимиру подключить может и руководство Крыма для того чтобы мы закончили это строительство и я считаю что Коктебет начнет оживать и процветать и я хочу закончить словами они актуальны сегодня все кто выступал и хочу словами закончить Бориса Куняева я люблю эти слова потому что с этих слов у меня сейчас дома небольшой музей как вот здесь ребята сказали что каждая частичка и этот музей мы стараемся вот сейчас с Борисом Контантиновичем с гражданским активом с волонтерами Победы мы организовали очень большое мероприятие в субботу в нашей школе и я хочу закончить выступление своими словами мы всего на планете наследники мы меняем судьбы земель но в сердце свои заповедники и один из них как теперь дай Бог нам исправиться в свою жизнь дай Бог нам жизнь и время для этого исправления но будем занимать неактивные позиции вот что дай Бог за обстояние на всякое доброе дело спасибо я хотел пару слов сказать именно по развитию перспективным развитие всего поселка сейчас я объясню какое отношение корпорации развития по всему этому миру Андрей Геннадьевич который здесь присутствовал он собственно был председателем рабочей группы по развитию Коктебеля которая координировала работу и продолжит координировать работу всех проектных организаций по инфраструктурным проектам по набережной по осам по дорогам в рамках федеральной цивилизной программы а также тех проектных инициатив которые есть как со стороны республики Крым я и говорю о Коктебель парке так и всех остальных о которых мы здесь упоминали и упоминали не всегда в каком-то положительном ключе значит что я хотел сказать на самом деле вот мы должны понимать опять же мы очень жарко иногда там спорим и в интернете и на радио были с Александром например Гордоном которого я сейчас его не вижу в зале но тем не менее да вот нужно понимать следующее мы сейчас еще вышли разговаривали по поводу тех вот стереотипов что власть не любят что власть не верят и так далее при этом например есть другая точка зрения такой же стереотип который соседствует с вот этим недоверенными власти а дайте наоборот все государству государство лучше разберется государство лучше хозяин и так далее мы должны понимать что все-таки мы живем вот в определенных экономических условиях как они находятся государство немалые деньги в рамках вот этих федеральных цивилых программ управляет что касается например вот сначала сделать канализацию потом все остальное я сейчас объясню да безусловно что с точки зрения стройки сначала должна быть закопана труба потом проложена дорога потом проложена дерева это понятно это банальные вещи не надо друг другу объяснять но например канализационная система самостоятельная централизованная вы должны понимать что эта система это не просто труба которая течет сток да 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 у нас уже проведенная часть я сейчас по сути скажу да а суть такова что эта система эксплуатируется и эксплуатация это ложится на конечного потребителя то есть в частности на жителей Кахтебеля да и если грубо говоря мы сначала вот настраиваем эту систему начинаем ее эксплуатировать а потом мы только будем думать а кого бы нам позвать и что бы нам построить из каких-то там объектов рекреации вот этого туристического пластера мы должны понимать что содержание этой системы до поры до времени не ляжет на опять же на жителей Кахтебеля да значит второй момент что государство вкладывая какие-то бюджетные средства хочет увидеть определенную бюджетную эффективность то есть не просто то есть есть такая точка зрения сделайте вот это да уходите там или ну слава богу все это понимаем ну слава богу это вы понимаете слава богу ну зачем лишние разговоры вот эти все это стоп стоп я не понимаю через арт-кафе там была питерские ребята кстати я знаю вели эту гонализацию хотели еще при Украине мы хотели это сделать первое что забил нам это это кафе тогда вот это как его называют не знаю как его называют Женя вот он пишет у меня там хозяева наверху вы хотите чтобы меня решили работать я ничего не дам забор та история о которой та история о которой вы сейчас говорите она на самом деле только лишь доказывает что нет что у всех свои интересы и вот пока эти интересы да вот в одну как бы не стыкуются да то ничего не будет абсолютно абсолютно правильно у нас на улице на Айвазовской слушайте значит хотели провести дорогу ну плиты положить я сказала был еще был я сказала так пока вы не положите канализацию никаких плит нам не надо мы будем по грязи ходить тут же проложили канализацию тут же положили нам плиты спасибо Киселеву он заплатил запреты канализации канализации ну трубы проложены и у нас и на победе я но хотели же дальше проложить да что такое трубу мы уже переходили нас заставили тогда нас предпринимали за свои деньги главное что трубы проложили я не знаю слушай два сезона по первым годом правильно потому что не надо потому что она была в пусте мы сейчас идем на набереж и развернуем стройку конечно но мы такие услышали что будет с набережью что будет с нами что будет с людьми да мы на то что где на то посмотрите проект есть по 7 метров туда-сюда снести это то что собирают моих посылок жителей надо собраться конкретно со всей этой ситуацией и не так как мы собрались благодаря вашему блогу мы встретимся снести и снести и за канализацию и вы говорили власти что вы знаете что я вас боюсь Я просто говорю, потому что теперь фактически можно подняться так, понимаете, у нас люди, которые создавали партию «Единая Россия», приезжали сюда, как вы говорите, переоделываются, набухаются в говно, оделываются туда трусы, повязываются в голову, потом в неделю отгуляли, помылись, попрились и поехали делать дела в стране, отдохнули. Понимаете? А вы говорите, что портвенчик наш не нужен никому, как-то не нужен. Вот, писали, кстати, портвен для людей нет. Ну, вы знаете, я с вами соглашусь в том, что все эти интересы нужно состыковать. А по поводу того, кто-то... Один еще. Ну, вы реализовываете так. Я не знаю, 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 заберите вот этот рядом с нашими кафе, которое там стоит несколько лет, сделайте там что-то. Оно стоит 10 лет, мешает всем на берегу, на набережье, со стороны десанника, когда заходите. Какой-то музей там сделать, может фонд сделать, чтобы люди туда заходили. Хотите убрать, надо убирать. Я работаю круглый год в том, что люди едут, круглый год, у меня где-то есть свой клуб, у меня с Оренгоя, зиму, сейчас приезжают дети, в трусах упавлены, сейчас. Понимаете? Ну, то есть вы хотите сказать, что набережную надо оставить в существующей убедительности? А что делать? Три часа. Сказать, значит, ребята, сделайте, вот, давайте с вами сядем, проектик вот этого, как я сделал, вот этого, это, понимаете, дорогой перекрою. Тут есть проблема. Я перекрою вам, понимаете, вы где-то в той машине утрой едете. То есть, реально. Вы уже делали в тему? Да. Нет, а в чем проблема? Мы революцию делали, газарчиком. Проблема в том, что надо собрать нас и рассказать нам, не мешать им. Вы хотите первыми увидеть проект набережной? Мы уже увидели проект набережной, а у нас там нет. Это не проект набережной. Это проект Коктебельпарка. Вы разницы входит? Мы в Коктебельпарке работаем. Слышите мне время ваше количество. Будет стоять, дальше мы с нами. Расскажите, нам это интересно. Всех семья, всем детям. Чтобы отдавшись. Хорошо, давайте я вам расскажу. Конкретно. Леонид. Леонид, есть предложение все-таки сегодня сейчас закончить, а может быть к какому-то пуларному перейти? Давайте. Значит, есть проектная организация, которая делает ресурсную обережную. Вы просто нарисовали, я понимаю. Уже заказаны проекты. Нам или... У вас набережная или парка работают? Я уже заказал вообще все эти деньги. Хорошо. Поехали. Смотрите. Мы акционерное общество, корпорация развития республики Крым, который очень не любит Александра Горна, который против всего. Корпорация развития республики Крым, акционерное общество, на 100% принадлежащая Совету министров республики Крым. Вот и все. Это институты развития. Совершенно верно. Я назвал даже репизиты документа, согласно которому мы занялись этой работой. Это не то, что мы придумали, что давайте парк хороший. У нас интересные люди абсолютно. Все дело... Где? Нет. Дело все в том, что в той организации, где я работаю, я получаю зарплату. Вот эту зарплату я честно хорошенько отрабатываю. У меня нет. Да. Вот. И для того, чтобы ее честно отрабатывать, я хочу, чтобы там, грубо говоря, был объект, который будет неким центром. Понимаете? Давайте не будем разговаривать. Пойдем и соберем мешки. Вот там вот в правде. Я вчера слушаю. Давайте. Давайте мы каждый день будем собирать эти мешки. К сожалению, мы все мешки не соберем с вами. Да? Да. Почему все не соберем? Леонид. 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 Простите, пожалуйста. Давайте, господа. Леонид. Садитесь. Простите, пожалуйста. Да, да, да. Давайте закончим. Давайте закончим. Леонид, не надо. Господа, давайте все-таки у нас, чтобы вот не переводить это в такую дискуссию, мы сейчас говорим не о корпорации развития Крыма. Мы сейчас пытаемся, сейчас пытаемся актуальную поездку, повестку для развития поселка сформулировать. Какие-то вещи названы, какие-то вещи названы. Их мы зафиксировали, у нас есть запись. Теперь, предложение, которое прозвучало, и я хочу подвести черту. Формируем, и которое не единожды уже сказано. Давайте попробуем собрать, собрать мнение жителей Коктебеля и именно сделать комплексный список вопросов, которые волнуют поселок. В общем, не какой-то один, потому что, действительно, вот мы обращаемся с каким-то одним вопросом, с другой проседанием. Для этого нужна общественная инициатива. Возникнет общественный совет в поселке. И вот в данном случае, если мы, моя команда, мое бюро останутся в проекте, сейчас корпорация выходит на следующий, может быть, будет вестись работа по и дизайн-регламенту, и по уже проектированию самого Коктебель-парка, мы готовы в этом участвовать, готовы помогать. Не будет нашего участия готовы помогать просто как общественники, потому что нас уже это тоже ситуация волнует. Мы хотели бы сюда приезжать как минимум, чтобы отдохнуть, а может быть, чтобы поработать со студентами и, соответственно, с вами уже взаимодействовать на партнерских условиях. Давайте сегодня, я думаю, что можно закончить нашу работу и пожелать друг другу, что на этом, на этом работа не закончится, а только начнется она. Начнется она на новом уровне. Что это еще? Какой милиция? Я думаю, я... Но у нас, у нас есть, есть два, есть два, есть два, я так считаю, игрока в этой ситуации. Первый. Не, нет. У нас, у нас есть министр экономического развития, который только что ушел. После визита президента была создана рабочая группа межведомственная. Мельников. Вот возле гриля. Ресторан, написание. Вот там закопали. Так, кто там приехал, сказал, что там будет денег облачать. Сейчас начали строить обратно. Все нормально. Документы. Давайте, давайте, давайте выйдем на рабочий режим. Первый, как я говорю, это рабочая группа межведомственная. Соберите инициативу, сформулируйте, и мы будем с вами эти документы податься. Господа, давайте. Вот смотрите. В сетях было объявление, что в семнадцатом году начнется реконструкция набережная Купеля. В сроке какие-то общие есть. Начало. Подожди, еще я это сказал. Начало работы прошло. При Украине, получается, 25 еще не делалось. Сейчас в России у нас, получается, 4 года считают смету, проекты. Сроки какие-то есть. В восемнадцатый год должен быть проект, проект закончен. Подожди, на гости. В восемнадцатый год до двадцатого года. До двадцатого года стоите. А сколько? А сколько? Вопросы. Вопросы. Нельзя? Это известно, это в документах объявлено. В двадцатый год должны появиться очистительные сражения. Господа, мы заканчиваем сегодня наш разговор. Спасибо. Я еще раз желаю, что это будет начало нового этапа процесса. Спасибо.